Уже более 8 лет Ирина Мухина занимается с особенными детьми в школе Надежда. На первый взгляд обычные распевки – сложная локопедическая задача для таких ребят. Произнести звук, постараться уловить мелодию, выучить текст, песни или танец. Такая работа развивает не только голос, но и физические способности. А главное – обогащает внутренний мир ребенка. Музыка, как мы знаем, спасает людей и помогает восстанавливаться детям с какими-то определенными нарушениями. Конечно, у тех, у кого проблемы с логопедией, это важно, потому что многие даже быстрее начинают петь, чем разговаривать. Поэтому, конечно, на двоих уроках я стараюсь петь специальные логопедические распевки. Методика занятий разрабатывалась годами, рассказывает педагог. Совместно с логопедами и другими специалистами подбирались упражнения, складывался репертуар. Особенно любят петь ребята младшего возраста. Участие в конкурсах и победы для них огромная радость. Дети любят все музыку. Они любят играть, они любят и петь, они любят и танцевать. И вот волей и судеб мне еще пришлось и ритмику вести. Но я сама люблю танцевать, поэтому дети вроде как танцуют. Даже стали занимать какие-то первые, вторые места. Юные таланты вовсю готовятся к новогодним праздникам. Вместе с наставниками они придумали необычный сюрприз. Вы знаете, пандемия, она показала, что людям надо быть друг к другу ближе. А учитывая, что ближе мы, к сожалению, быть не можем, потому что елки сейчас все ограничены, мы решили придумать некий проект, где наши педагоги вместе с нашими детьми будем мы петь хором. У нас будет некий флешмоб, мы там все нарядимся в белые футболки и красные всякие колпаки. И будем петь очень зажигательную песню Игоря Крутого «Нарисуй». Это позитивное и творческое поздравление получат на Новый год родители и учителя. Ребята верят, что оно непременно принесет в наступающем году только добро и хорошее настроение. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...